здравствуйте вот все время мучил и мучает продолжает мучить один вопрос но вы не подумайте это не тот вопрос утром встал с кровати и думаю но все-таки интересно вот коренное население америки индейцы имеют ли свою музыку или какое их место сегодняшней музыки вообще потому что вот давайте бледнолицей братья то бишь мы с вами которые осваивали мир америку вовсе оказались не братьями потому что по некоторым источникам во время начала освоения америке если вы помните колонн туда въехал это как официально нам дает информацию как он там 1492 году значит было на тот период на территории северной америке до 10 миллионов индейцев жила по некоторым оценкам ну давайте объективно говорить это точно невозможно посчитать но пусть даже 5 миллионов и что произошло когда зашла туда наша родная европейская цивилизация на сегодняшний день индейцев официально зарегистрировано до 250 тысяч теперь сравните данные ну оценили динамику тренд классный до согласен почему это произошло и как можно теперь говорить о роли коренного населения в чем-либо но мы сейчас до этого доберемся все-таки ответим на вопрос почему да потому что массовый завоз африканских тружеников на плантации не поддающийся обработки бледнолицым населением произошло лишь по той причине сильно пошло потому что коренное население индейцы очень по натуре свободолюбивые не признающий над собой никакой власти и поэтому они шли извините за слен в полный отказ по поводу работы на хозяев их не промысел был простой как вы помните например по тому же фенемору куперу по его романам который достоверно описал достаточно четко и точно жизнь индейских племен сдавать кушнину получать за это порох сахар и все остальное необходимое для жизни табак еще ну естественно очень сильно индейские племена были подвержены влиянию нашего уважаемого господина бахуса то есть пьянство процветала в факториях беспробудно и притом даже некоторые племена это аналогично нашему российскому северу северу от буквально от спиртного вымерли и не надо никакого ледникового периода завези косоры ловки в племя попьют они ее и через лет 50 никого не останется и это не анекдот это масса тому примеров сожалению на сегодняшний день официально в соединенных штатах америки признано 567 племен индейских и все они признаются как народ народность имеют свои права права в чем заключается из этих племен 326 есть свои так называемые резервации это территории которые находятся на территории какого-то определенного штата и а у них свои права фактически да они подчиняются штатам у них своего полностью законодательства они не имеют права выпускать валюту свою объявлять войну а фактически так у них на территории резервации идет своя жизнь внутренняя и вот благодаря этой внутренней жизни многие индейские племена невиданно приподнялись вы спросите за счет чего ведь они особо и работать то не любят нашем понимании этого слова а за счет того что чью-то гениальную голову прислала мысль открыть на территории резервации казино почему потому что по законодательству соединенных штатов казино разрешены лишь только в двух местах штате невада вам известный лас-вегас и город игры всяких скабрезных скандальных мероприятий известного матлантик сити где тоже крупнейшая это фактически империя тоже казино больше все юных штатах официально казино нигде нет кроме резервации это приносит некоторым племенам колоссальный доход просто я когда начал вникать тему поразился значит доходы общие доходы от казино находящихся в резервации вот это порядка 22 миллиардов долларов то есть фактически просуммировали американские статистики сумму доходов от казино индейских резерваций они превышают сумму доходов от лас-вегас и атлантик сити вот и считать биво лас-вегас поэтому зачем работать если вот вам пример некоторые племена где-то численность их порядка ну давайте говорить есть три тысячи есть две тысячи и вот по законам вся доход вся доходность от казино распределяется вот на эти две тысячи человек там некоторые получают год колоссальные просто суммы чужие мы не считаем но вот поэтому среди индейцев развиваются я раньше этого не понимал такие вот скажем так затратные благородные занятия как коневодство они занимаются путешествуют по всему миру то есть живут очень вольготно и вольно ну а вы знаете что когда определенная вольница существует почему бы и не творить но творчество к сожалению здесь сомнительно сроком у них соприкосновения срок музыкой самое прямое например флоридское племя семенолов выкупила всем вам известную сеть всемирную сеть хард-рок кафе это собственность индейцев сделка составила на тот момент 965 миллионов долларов они могли себе это позволить почему они купили они тут держат нос поветр потому что сейчас связи уже лет как 20 с активным внедрением интернета везде появились так называемые интерактивные казино которые в виртуальном пространстве играют и и очень серьезную конкуренцию составляют заведением которые в стандартные нашем понимании зашел в рулетку поставил проиграл и ушел то есть в интернете это немножко все по-другому и поэтому они уже нос по ветру держат но я к чему это все сейчас веду а в тому что жизнь индейских племен цветет и пахнет у некоторых так вообще до критики говорят что это есть неправильно потому что такое положение дел создает в резервациях определенные проблемы население не работала с такими доходами вообще не хочет работать на официальных работах каких-то сейчас индейцам уборщик не пойдет работать ему это ни к чему совершенно но еще говорят что среди молодежи депрессняк адский наркомания алкоголизм тот же самый потому что ну от чего это возникает подумать от безделья в первую очередь от безделья когда ты сильно не занят и есть деньги чем еще заниматься вот они находят себе применение первым индейцам давайте вообще-то терминологии скажу что тут очень хитро музыковедение этих этнографические моменты оговариваются лихо и индейцам почему-то считается человеку которого там может быть кровь на 1 16 внутри в старую и так далее кстати говоря многие бледнолицы и наши братья дружно стали 70-х годах прошлого века записываться в индейцы знаете почему потому что чтобы попасть на территории резервации и получать от эти огромные доходы начинали искать в себе индейские корни приписывали там индейцами и и все остальное это был не единичный это было массово так вот родство с индейцами приписывают даже лысо пресли неофициальному королю рок-н-ролла говорят на 1 16 был чироки из племени бабушка у него там было как это про 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 бабушка но определенно точно первым индейцам который прославил свой народ был чарли петта на котором мы говорили в ролике про одессанхауза это не признанный король дельта блюза чарли петтон он был индейцам наполовину но внешность у него была явно не афром американская если вы посмотрите у него все признаки индейца во внешности после этого они пробивались массовую культуру единично и очень сильно взорвал музыкальный рынок в 50 1958 году линк рейн с песней рамбл которая стала хитом пятьдесят восьмом году и вы будете поражены она была запрещена хотя композиция была инструментальная из-за того что исполнитель вел себя вызывающе и мог дискредитировать и наводить на мысли молодежи всем нехорошим он был из племени шауни это тоже одно из таких мощнейших со времен племен которая сейчас очень немногочислено и линк рейн оставил неизладимое впечатление на многих выдающихся гитаристов например джек бэк джимми пейдж из лодзеппалин питтауншент исху до сих пор вспоминают его говорят что без него мы бы наверное бы и не поняли вообще с утру рот рок-музыки он нам дал такую подачу как надо играть и себя подавать на сцене то же самое проговаривал наш любимый персонаж и гип-поп который тоже говорю что от этой песни он получал очень большое удовольствие и она его вдохновила на его многие подвиги рок-н-ролль на иногда сомнительного качества но тем не менее из чисто индейский групп самая известная red bone красная кость она действительно начале 70-х годов прошлого века гремела ее основали братья вас кисы из племени яки да это та самая племя котором писал карлос кастанеда своих путешествиях в их план и свои серии книг помните да герой хуан матас он был из племени яки значит эта группа она довольно интересная особенно рекомендую альбомы периода 1975 перо тире 1975 годов которые действительно звучат свежо интересно группа не боялась экспериментировать и скажу что подтолкнул их на творчество потому что они были своими аккомпаниаторами дуэта сонни и шер а шерилин вы помните шер певица она кстати тоже наполовину индианка из племени чироки так вот подтолкнул их создать группу джимми хендрикс тоже который имел своих жилов вернее своей крови индианскую индийскую кровь тоже бабушка у него была из-под индейцев поэтому даже великий битл джон леннон называл своим любимым гитаристом индейца дэвиса который в общем-то задействован был на многих альбомах и у джорджа харрисона и глэптона он поиграл группе тадж махал то есть как бы был определенный след но вы же понимаете это не массовая культура это единичные вкрапления и случаи которые в общем-то подчеркивают то что слава богу они не выпадают из культурного процесса никак потом если вы например поклонник хард-рока должны знать такую группу как блэкфуд черная кота черно это основали индейцы из племени черноногих или чернопятых называли которым поиграл наш один из героев и любимцев покойся с миром кен хенсли например альбом 1983 года сиога замечательно особенно первая композиция открывашка просто улет ну честно говоря там индейским особо ничего не пахнет кроме музыкантов там сильнейший гитарист реки мэдлок чистый индеец кстати который играл и в группе linear skinner и сейчас играет известной американской группе саузер-рока поэтому блэкфуд рекомендую альбом мародер 1981 года и сиога 1983 года это интересная музыка под хард-року но ничего индейского там не ищите вообще индейцы сами по себе они музыкальные у них ходят такой имеет корневой стиль их не пау-вау что это такое это вот мы например могли видеть некоторых фильмов или документальных и художественных или хрониках это стоит огромный барабан по нему стучат они ходят вокруг поет песни многоголосия все это имеет сакральный смысл это связано с верованиями зачастую шаманскими и так далее то есть еще известная индейская флейта например мало кто знает но роберт робертсон гитарист известный фолк-рок группы бэнд зе бэнд он наполовину и дети ирокез и он 1994 году выпустил великолепную пластинку музыка коренных народов которая в общем-то звучит здорово даже сейчас это вот как образец такой этнической музыки очень прекрасно очень и если обратиться например в сторону тяжелого рока то есть такой харизматический персонаж из группы testament как чак билли он из индейцев племени пома это калифорния граничащая с мексикой это племя известно тем что они все очень такие люди статные здоровенного телосложения от как чак билли такой харизматический тип и он переболел онкологией и говорит что только лишь благодаря традиционной индейской медицине он вылечился было тяжелейшие у него заболевания и сейчас здравствует на альбоме testament а 1000 2020 года который кстати у нас на сайте приближения кард бизнеса выкладывался в свое время он пропел проорал так что мама не горюй там так и двадцатилетнему даже если ему пальцы дверной косяк зажать он и не споет и близко поэтому надо отдать должное ветераном 62 года рождения достаточно уже зрелый мужик и поэтому в общем то темы индейцев музыки она имеет такое скажем так не глобальная локализированное значение их часто привлекает вот давайте еще вспоминается мне альбом группы бразильской уже давайте южную америка за утренем все культура за рут который корни называется 1996 года свое время я считаю что в этнической музыке это альбом сделал переворот несмотря на то что он записан стиле довольно экстремальной металлической музыки но там вдохновителями послужили индейцы племени шаванты и даже группа сепультура особенно макс кавалера тогда загорелся выезжал в штат мату гроссу в амазонию день и жил в таких местах что обычный человек туда конечно ногой не ступит но тем не менее это повлияло и там есть задействованы в альбомы индейские инструменты классная штука очень рекомендую сепультура рут 1996 год ну что еще сказать на сегодняшний день таких ярких индейских имен вроде вот кроме перепеть перечисленных не наблюдается многие поют об индейцах например группа антракс у них есть композиции индианц на индейскую тему просто там это недостоверно поговаривших не соли джо беладона тоже имеет индейские корни внешне это похоже я бы хотел еще обратить ваше внимание на то что зачастую роль того или его народа или этноса преувеличена потому что это всего лишь навсего опять же повторюсь пресловутый маркетинговый ход для того чтобы улучшить продажи вот недостаточно чтобы пластинку например выпустил условный вася пупкин а если будет это написано вася пупкин из индейцев наваха то я думаю что это просто-напросто увеличит продажи этого альбома однозначно и не только альбом а всего что угодно вы же понимаете индустрия развлечения работает резервации индейские живут не только за счет казино а за счет продажи как раз такой атрибутики вот если вы увидите по городу человека идущего вперед вот этих больших знаете это обычно из резервации привозят оттуда трубки вот такие по метру перья томогавки все то что от народе ходят это вот есть их не промысл поэтому давайте все-таки задумаемся о том что люди какого бы они не были роду племени имеют право на жизнь и чем больше мы будем о них знать тем нам будет проще наверное жить вот такое это наше личное мнение не знаю как вы на это сами посмотрите так что приятных вам прослушиваний всего доброго до новых встреч